Больше 490 тысяч гектаров посевных площадей в этом году застраховали в Казахстане от нашествия с ранче и возможного истребления урожая с айгаками. Защита растеневодства выросла на 75%. Об этом сообщили в правительстве. Сегодня государство поддерживает агрария в виде субсидирования ставок по 16 страховым продуктам в растеневодстве и животноводстве. По этой линии работают 7 профильных компаний. Что касается бюджета, выделяемого на страхование, то за последние 4 года его объем увеличился. Страховые выплаты составили больше 6 млрд тенге, а сбор премий – около 3 млрд. Этому способствовали как засуха, так и чрезмерная влажность в некоторых регионах, отметили специалисты. Почти 20 тысяч частных домов Караганды отапливаются с помощью печного отопления, хотя газификация в городе началась 4 года назад. За это время к центральному газоснабжению подключили всего 6 тысяч домов. Кто в очереди за голубым топливом в этом году и как сэкономить при переходе на газ, расскажет Марина Золотарева. Абикен Кушкенов почти 15 лет живет в частном доме и все это время топит печь. На большую семью из 11 человек каждое лето запасает 7 тонн угля. Следит за исправностью оборудования, чистит дымоход и выносит залу. Говорит, что это нелегкая работа для пенсионера, поэтому он с нетерпением ждет, когда к их дому подведут газопровод. Природный газ, естественно, большое преимущество даст нам. Во-первых, экологическая чистота, и дом будет порядок. Залу не будем вытаскивать. Газ давно ждали, централизованный тем более. За 4 года газификации голубым топливом в Караганде обеспечили 6 тысяч домов частного сектора. В этом к центральному газоснабжению подключат еще порядка 2,5 тысяч. В области установлен тариф, 38 тенге за кубометр газа. Тариф образуется из-за вот этих всех наших производственных расходов. Это включая зарплату слесарей, зарплату рядовых инженеров и все вот это транспортируемые объемы газа. Мы идем в местный департамент по регулированию естественной монополии, где вот это мы тариф защищаем. И после этого выдается тариф. Для пенсионеров, инвалидов и многодетных семей предусмотрены льготы. Часть расходов на подключение газу им возместит государство. Единовременная материальная помощь 369 тысяч тенге. Обязательным условием является единственное жилище на территории Республики Казахстан у всех членов совместно зарегистрированных, членов семьи, совместно проживающих граждан. И плюс предъявляются документы, подтверждающие расходы семьи, понесенные на проведение данных работ. Также для жителей, которые переходят на голубое топливо, разработали спецпрограмму. Через центр модернизации жилищного фонда они могут взять беспроцентный кредит на 5 лет, чтобы сразу не выплачивать крупную сумму. Подключение к центральному газоснабжению стоит полмиллиона тенге и выше в зависимости от жилплощади. Марина Золотарева, Сайрана Камбаев, Зеленозул Пахар, Краганда, 24КЗ. И к событиям в мире. Из-за разлива нефти в Сингапуре закрыли сразу несколько пляжей. Инцидент произошел после столкновения двух грузовых судов в морском терминале. По данным агентства Reuters, один из танкеров сингапурский, второй принадлежит нидерландской компании. В результате аварии нефтяное пятно распространилось в радиусе 10 километров. Сейчас ведутся работы по ликвидации разлива топлива. Сколько времени на это потребуется, пока не ясно. Американский город Эль-Пасо в Техасе на границе с Мексикой переживает наплыв мигрантов. За неделю число человек депортированных из США обратно на родину увеличилось вдвое. Еще 100 человек ожидают высылки, сообщает агентство Reuters. Все они незаконно пересекли границу со стороны Мексики. Напомню, ранее президент США Джо Байден ужесточил миграционную политику в стране, введя запрет на предоставление убежища нелегалам. Меры, направленные на сокращение массового наплыва приезжих. В прошлом году при попытке пересечь мексико-американскую границу погибли почти 150 человек. С начала этого года зарегистрировано 76 смертей, сообщают в службе пограничного контроля штата Техас. Мусульмане всего мира готовятся к одному из значимых праздников в исламе Курбан-Байраму. В преддверии события по всему миру дорожает скот, который традиционно скупают для жертвоприношения. Наш корреспондент Райхан Серикова подготовил обзор цен на жертвенных животных в мусульманских странах. В пакистанском Карачи в преддверии священного праздника Курбан-Байрам цены на жертвенный скот по сравнению с прошлым годом увеличились почти в два раза. Сильный ущерб животноводческой отрасли страны нанесли масштабные наводнения и оползни. С начала года стихия унесла тысячи голов крупного рогатого скота. Цены на скот стали даже выше, чем в 2023-м. Животное, которое мы в прошлом году могли купить примерно за 350 долларов, сейчас стоит 540 долларов. По данным местного бюро статистики, в этом году инфляция в стране снизилась и теперь составляет почти 12%. В прошлом году показатель был на уровне 38%. Однако местные жители цифрам не верят, утверждая, что не видят существенных изменений. Между тем правительство ведет переговоры с Международным валютным фондом, чтобы получить кредит в размере 8 миллиардов долларов. Средства необходимы, чтобы предотвратить дефолт на всех уровнях экономики. Никакого эффекта от замедления инфляции нет. На рынке прямо противоположная ситуация. Я сам занимаюсь разведением животных и могу сказать, что корм для них стоит очень дорого, но почему-то никто не думает об этом. Возможно, в следующем году цены снизятся. Аналогичная ситуация и в Индонезии. Базары заполнены товарами, но спроса на него немного. Причина – высокая стоимость. Цены на крупный рогатый скот в этом году там выросли на 21%, а число покупателей, наоборот, сократилось на 30%. Усугубляет ситуацию и высокий уровень безработицы. В прошлом году число незанятых в стране достигло 7 миллионов человек. В Париже презентовали программу предстоящего Международного саммита животноводства, куда Казахстан впервые приглашен в качестве почетного гостя. Сама выставка пройдет в начале октября и ожидается, что ее посетят не менее 100 тысяч человек. Организаторы обещают специальную программу, которая раскроет сельскохозяйственный потенциал страны. Подробности в материале Алисы Сдыковой. За 4 месяца до проведения Международного саммита животноводства во Франции свободных мест для участия практически не осталось. Крупнейшая в мире выставка, посвященная устойчивому развитию отрасли, пользуется огромной популярностью среди профессионалов во всем мире. Что касается участников выставки, в этом году ожидаем около 300 иностранных компаний из 30 стран мира, большей частью европейских. Некоторым мы отказали, так как не хватает места. Уж очень большой спрос. Что касается визитеров, около 100 тысяч гостей из 90 стран мира. И в этом году планируем побить этот рекорд. В этом году саммит встречает Казахстан в качестве почетного гостя. Организаторы обещают специальную программу, которая раскроет сельскохозяйственный потенциал нашей страны. Кроме того, у наших фермеров будет национальный стенд. Главной же темой выставки станет пастеролизм. Привычный для нашего региона способ разведения домашних животных. Европейские фермеры в нем заинтересованы, так как оно признано самым щадящим для окружающей среды. Это также интересно для Франции и других наших партнеров в Европе и за ее пределами иметь на саммите гиганта Центральной Азии, такую, как наша страна, которая представляет огромный потенциал. Я считаю, что участие Казахстана в качестве почетного гостя отвечает нашим взаимным интересам. Не так давно Казахстан впервые принял участие в крупнейшей сельскохозяйственной выставке в Париже. С тех пор интерес французских партнеров в сотрудничество с нашей страной только растет. У меня была возможность сопровождать президента республики в его визите в Казахстан осенью 2022 года, после которого укрепилось сотрудничество в дипломатических отношениях, и наш саммит естественным образом выступил с собеседником Казахстана в качестве почетного гостя на саммите в части животноводства и пасторализма. На самой выставке можно будет увидеть племенных животных, современное оборудование, а также передовые технологии, которые применяют животноводство по всему миру. Нововведением этого года станет запуск торговой онлайн-площадки и собственной социальной сети для профессионалов. Алия Сыздыкова, Руслан Амиржан, 24КЗ, Париж, Франция. В Женеве высоко оценили избрание казахстанского дипломата Мадины Джанбурсыновой в Комитет ООН по правам женщин. Впервые представитель Центральной Азии вошла в орган по ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, получив четырехлетний мандат. События в дипломатических кругах связывают с прогрессом нашей страны по устранению неравенства между мужчинами и женщинами. Напомню, в прошлом году Казахстан улучшил свои позиции в глобальном индексе гендерного разрыва. Кроме того, международные эксперты дали высокую оценку принятому в Казахстане закону о криминализации домашнего насилия. Я думаю, что закон, принятый в Казахстане, и усилия, которые привели к избранию госпожи Джарбусыновой в Комитет ООН по правам женщин, это два действительно хороших знака, которые говорят о том, что миру нужно обратить внимание на насилие в отношении женщин. Оправившись после пандемии, мы видим инициативу в этом направлении, в частности, в вашей стране. На востоке Казахстана с начала года в сфере семейно-бытовых отношений совершено 25 преступлений и 1700 правонарушений. В большинстве случаев женщины и дети страдают от рук мужчины, главы семейства. Но иногда боль близким причиняют и дети. В итоге жертвы насилия вынуждены обращаться в кризисные центры. Как работают они в Ускаменогорске и какие еще есть службы поддержки для пострадавших, узнала Ханелий Сембердина. Марина Миссюрина в свои 57 лет из-за перенесенного два года назад инсульта стала инвалидом. Беспомощная женщина сразу стала обузой для своей семьи. Сын потребовал от матери переписать на него квартиру. Сейчас Марина Анатольевна живет в кризисном центре и скучает по внукам. От него я сильно бедилась. 21-летней Надежде Данилевич тоже идти больше некуда. Родителей похоронила. Несколько месяцев назад встретила парня. Думала, нашла любовь. Но совместное проживание быстро обернулось кошмаром. В прошедшие трех недель средственного проживания он начал распускать руки, почечины давать, кулаками бить по голове, говорят, что я что-то неправильно делаю, что не так траву полю кашу, что не так правильно сажаю, не так готовлю им. А потом и вовсе с друзьями они втроем избили беззащитную девушку. Поэтому ужесточение закона о бытовом насилии – мера необходимая, считают в кризисном центре. Сейчас этот закон административно ушел в уголовное. С этим мы тоже согласны. Потому что когда административное наказание, это просто вот она примирилась на суде, ему никакого наказания не будет, ему просто сделают устное предупреждение на суде и все. А если это будет уголовно, то значит ему будет обязательно или штраф материальный какой-то, сколько это там РП, или действительно уже изоляция. Впрочем, страдают от бытового насилия не только женщины, но и дети. Правда, далеко не всегда они решаются рассказать о проблеме. Здравствуйте, телефон на вене. В региональный центр психологической поддержки управления образования в год с просьбой о помощи поступают в среднем 1700 звонков. И только 10-15 из них с жалобой на жестокое обращение. К сожалению, дети действительно не говорят, они уязвимы, они очень боятся своих родителей, потому что, как правило, в этих семьях часто наказание. И если ребенок об этом сообщает, и родителям становится об этом известно, то, естественно, следует наказание. Но в центре готовы помочь каждому. Обратиться сюда можно и анонимно. Реагируют сразу и советуют. В случае необходимости звонить и в полицию, и в службу спасения. Ведь право на безопасность есть у каждого. Анна Лисенберг, Григорий Балаканов, Усть-Каменогорск, 24 КИЗЭТ. До двух миллионов туристов ожидается в этом сезоне на побережье озера Алаколь в области ЖТСУ. Открытие сезона здесь начнется уже 20 июня. Но уже сейчас все службы реагирования работают в усиленном режиме. Как будет обеспечиваться безопасность отдыхающих, расскажет наш корреспондент Гульнар Жантасова. Берег Алаколя пока безлюден. Но некоторые туристы, несмотря на достаточно холодную воду, все же купаются. Причем вместе с детьми. Очень приятно, очень чистое озеро. Прямо на удивление. Вода очень прозрачная. Природа очень красивая, живописная. Детям очень нравится. Несмотря на то, что вода прохладная, им хорошо купаться тут. Сезон на Алаколе открывается в третьей декаде июня. Но уже сейчас спасатели вынуждены нести службу практически круглосуточно. В этом году штат Алакольского оперативно-спасательного отряда был увеличен. Протяженность пляжной зоны озера Алаколь составляет 15 километров. Акваторию патрулируют 15 спасателей на четырех моторных лодках. Но для того, чтобы обеспечить полную безопасность туристов, штатных единиц и техники мало. У нас есть еще и дикие пляжи, куда предпочитает выезжать на отдых местное население. Поэтому зона патрулирования в летнее время увеличивается еще примерно на 10 километров. Кроме того, в зоне обеспечения безопасности на воде озера Сасахколь, Хошхарколь, Хоржинколь и Жаланашколь. На всех этих водоемах мы должны дежурить. Поэтому спасателей нам требуется практически вдвое больше. И, конечно, нужен современный парк катеров. С города Талдыкурган откомандированы еще пять сотрудников для усиления. Сейчас с местными исполнительными органами проводится работа по выделению финансовых средств для строительства оперативно-спасательного отряда на имеющемся земельном участке Сибакоктума. При выделении финансовых средств также будет увеличен штат. Также выделены финансовые средства для приобретения 11-метрового катера со всем необходимым оборудованием. Усиление патрулирования пляжа в дневное и ночное время обеспечит подразделение полицейских. В этом году их штат увеличился почти вдвое. Штат увеличился на 40%. В этом году будет патрульная полиция, ювенальная полиция, а также участковый инспекторат и СОБР, и туристическая полиция будет. Примерно штат из 40 человек будет. Дополнительными кадрами на летний сезон пополнился и местный медпункт. Медработники в Ахши будут дежурить вахтовым методом. Здесь работают по приказу две медсестры, и на летний период для усиления мы сюда выделяем врача, фельдшера, медсестру с водителем, который дежурит понедельно. К тому же еще дополнительно здесь выделяется бригада от организации 103, скорая помощь. Сейчас на всех зонах отдыха полным ходом идет подготовка к приему первой волны туристов. Для удобства гостей владельцев обязали подготовить безопасный выход к пляжам. Здесь же будут дежурить и частные спасатели. Рейсы из Астаны в Сеул возобновила авиакомпания Air Astana. Полеты будут выполняться дважды в неделю. Первый такой рейс в южнокорейскую столицу отправился сегодня. Отмечу, авиасообщение между главными городами впервые было запущено в 2015 году. Но из-за пандемии рейсы были приостановлены. У нас был билет на 9 июня через Алмату, но когда мы узнали, что рейс через Астану, это же так классно. Поэтому мы выбрали именно Астану. И очень рады, что запустился этот рейс. Мы надеемся, тем самым этот рейс будет способствовать укреплению отношений как в политическом плане, так и в экономическом, так и в культурном плане. Поэтому у нас большие надежды на этот рейс. Надеемся, что пассажиры будут очень довольны, потому что этот рейс мы собираемся выполнять на комфортабельном самолете Airbus A321LR. Если в будущем будет спрос большой, естественно, Airbus A321LR готова дополнительно добавить рейсы. Как правильно водить электросамокаты в городах, рассказали сегодня полицейские и активисты. Незнание элементарных правил дорожного движения водителям такого транспортного средства приводит к тому, что только с начала года было совершено больше 60 дорожно-транспортных происшествий с участием электросамокатов. Алишер Ашимов о том, как управлять ими, безопасно для всех. В последнее время электросамокаты и мопеды стремительно завоевывают улицы столицы, становясь при этом востребованным средством передвешения. Однако вопрос безопасности на первом месте. Шесть патрульных машин выйдут в город, будут выявлять нарушителей, разъяснять им правила, а также вручать средства индивидуальной защиты, это вот шлемы. Мы установили такую небольшую школу вождения, где представители компании будут обучать пользователей, как правильно пользоваться, как правильно парковать, как правильно пользоваться приложением. Сегодня отдельные тротуары столицы стали непроходимыми из-за хаотично разбросанных электросамокатов. Решить эту проблему помогут визуальные парковки, заверяют специалисты. Их планируют установить в ближайшее время. В целом, повышение культуры дорожного движения и безопасности пользователей электросамокатов – главная цель такой акции. Ее организовали полицейские и активисты. Сейчас самое время для электросамокатов. Летом многие пользуются им, но не все знают правила безопасности. Установили несколько зон, где участникам познавательных лекций объясняют все нюансы и отвечают на интересующие людей вопросы. Задача акции – обезопасить те пешеходов и тех, кто выбирает для передвижения электросамокаты. С начала года в Казахстане с участием электросамокатов зарегистрировали 64 ДТП. В основном они произошли в Алматы, Астане, Актюбинской и Атраусской областях. К слову, в прошлом году в стране подобных происшествий было 45. Алишер Ашимов, Ержан Рахман Бердеев, 24КЗ. Оригинальный покров на могиле Ходжи Ахмеда Ясауи может быть безвозвратно потерян. Ценный артефакт, датируемый 14 веком, хранится в фонде Национального историко-культурного музея заповедника Азри Цултан в Туркестане. Покров медленно разрушается. И, по словам специалистов, Министерство культуры восстановить его не удастся. Тему продолжит наш корреспондент в регионе. 500-летние одеялы из верблюжей шерсти и шелковых нитей когда-то украшали золотые орнаменты и кусочки драгоценных металлов. Исследователи считают, что изначально покров для усыпальницы Ходжи Ахмеда Ясауи был размером 4 на 2,5 метра. Но кто и сколько времени потратил на его создание, неизвестно до сих пор. Это один из ценных реликвий, сохранившийся со времен Амира Темура. Изначально их было два. Возможно, для двух надгробий. Точных данных нет. Сейчас на хранении у нас то, что осталось от двух покровов. За историю своего существования артефакт крали, продавали и даже списывали как потерявшую ценность. И только в 1978 году покров попал в руки узбека Лежанибекова, в то время замминистра культуры Казахской ССР, который вернул его в мавзолей. Тогда же на хранение передали и ковры этой эпохи. Образец ковра дали на ковротатскую фабрику в Алматы. В оригинальном варианте примерно 18 красок. На фабрике нашли только пять. И их использовали при изготовлении ковров для мавзолея. Чуть позже сотрудникам мавзолея пришлось доказывать подлинность покрова Ходжи Ахмеда Ясауи. Потом приложить усилия, чтобы сохранить бесценную реликвию. Несмотря на то, что ее содержат в помещении, с контролируемым уровнем влажности и света покров разрушается. На третьем заседании национального Курултая глава государства поручил отреставрировать покров на могиле Ходжи Ахмеда Ясауи. Однако специалисты Министерства культуры считают это невозможным. Такие работы, говорят, нанесут непоправимый ущерб древнему артефакту. Сейчас к созданию его копии намерены привлечь зарубежных ученых. Казахстанские студенты, которые учатся в Грузии, поддержали экологическую инициативу «Тазак Казахстан». К субботнику присоединилась также грузинская молодежь. Акцию провели в сквере, где установлен памятник Абаю Кунанбаеву. Это традиционное место встречи казахской диаспоры. Юлия Тужилкина расскажет подробнее. В Тбилисском сквере у памятника Абаю Кунанбаеву сегодня многолюдно. Казахстанскую экологическую инициативу поддержали студенты. Этот парк организаторы выбрали не случайно. Сквер – излюбленное место отдыха не только казахстанцев, которые живут или учатся в грузинской столице, но и всех ее жителей. Да и сам Абаев представление не нуждается. В местных вузах студенты изучают его труды. Абай Кунанбаев – поэт-философ в Сухумском университете. У нас есть кабинет Абая, где мы изучаем его творение. Я могу его сравнить с грузинским Ильей Чавчавадзе, потому что они оба сыграли большую роль в просвещении наших стран. Студентка Тбилисского государственного медицинского университета Анастасии Марсакова родом из Актау. Уже пять лет девушка живет в Грузии. Признается, что на субботник пришла с радостью, чтобы почувствовать себя ближе к Казахстану. Мне очень приятно здесь находиться, с того, что и в Казахстане такая сплоченность есть, что и здесь у нас инициатива, что мы при памятнике Абая Кунанбаева, нашего великого поэта, собираемся здесь, поддерживаем чистоту и благоустройство. Я приехала в Грузию в гости и очень рада, что сегодня проходит такое мероприятие. И мне приятно в нем участвовать. Хотелось бы, чтобы отношения между Казахстаном и Грузией всегда были хорошими и теплыми. Экологическая акция прошла при поддержке посольства Казахстана в Грузии. После полезной трудовой активности студентов ждал чай с баурсаками и традиционными казахскими деликатесами. За Дастарханом молодежь обменялась своими взглядами, новостями и планами. Ашвили, 24 КСЗ, Грузия, Тбилиси. Встреча с чемпионом мира по шахматам Казбеком Ногербеком состоялась в Алматы. Напомню, на юношеском чемпионате мира, обыграв в последнем туре своего соперника, гроссмейстера из Армении, шахматист стал чемпионом мира в возрастной категории до 20 лет. Победа далась нелегко, отмечает спортсмен. Но сила воли и упорная подготовка помогли отстоять позиции. Добавлю, чемпионат проходил в Индии и собрал более 120 участников, включая 13 гроссмейстеров и 28 международных мастеров. Мой стиль, наверное, позиционный, хотя иногда я могу играть и в динамические шахматы. Очень много позиций, где я стараюсь получить коня и где-то, может быть, на секундах или в целом по позиции обхитрить соперника. Я увидел, как мой соперник очень сильно переживал. И я пытался до самого последнего шанса пытаться его напрягать и создавать много проблем. И вот я думаю, это было не зря. Победа Казбека – это, наверное, новая страница в развитии казахстанских шахмат. Это очень символичная победа. Буквально пару лет назад мы начали программу поддержки талантов, фокусируя ресурсы на детях от 8 до 16 лет. С прошлого года заработала программа развития профессиональных шахмат в Казахстане. Она была утверждена президиумом федерации. И в рамках нее наши казахстанские спортсмены, и Казбек в том числе, получают системную поддержку. Ну и к этому часу это вся информация.